Добрый день! Наша Тверская «Волга» принимает гостей из Смоленска футбольный клуб «Днепр». Оглашаем составы играющих сегодня команд и начнем с гостей. Футбольный клуб «Днепр-Смоленск». Номер первый – голкипер Антон Смыслов. Защитники. Пятый номер – Иван Лозенков. Четвертый – Анатолий Бакланов. 77-й – Анатолий Беляков. 88-й – Владимир Широзия. Полузащита. 17-й номер – Константин Белов. Извините, сейчас мы посмотрим атаку «Днепра». Несколько финтов на правом фланге. Прострел в штрафное. Очень опасно. Но наши защитники вовремя выбивают мяч на угловой удар. Вот такой вот первый стандарт уже на первой минуте около ворот «Волги». Подача в штрафную. Тут тоже достаточно опасный момент. Голкипер Устинов играет кулаками. Не очень удачно. Мяч зависает над штрафной. И вынесен на левый фланг. Атака «Днепра» продолжается. Подача еще одну в штрафную. Удар по воротам. Петр Устинов в деле. Забирает мяч. Аплодисменты с трибун. Итак, продолжаем с составами играющих команд. Полузащита футбольного клуба «Днепр». 17-й номер – Константин Белов. 10-й – Сергей Давыдов. 25-й – Евгений Цимбал. 27-й – Михаил Светозаров. И два нападающих сегодня у наших гостей. Иван Столбовой под номером 8. И Андрей Прудников – 9-й номер. Главный тренер команды Виктор Булатов. Помощник главного тренера Сергей Филипенков. Но о них мы поговорим чуть позднее. Вот завозился немножко Денис Орлашин, наш футболист на левом фланге атаки. Волги – аут, аут в пользу нашей команды. Или нет? Нет, нет, нет. Видимо, видимо, аут гостевой. Ну ладно. Я думаю, что команды еще долго будут присматриваться друг к другу, поэтому оглашаю состав футбольного клуба «Волга-Тверь». 37-й номер – голкипер Петр Устинов. Защитники. 4-й номер – Иван Рейзвих. 6-й – Александр Пшеничников. Ух, какой тут опасный фолл. Опасный фолл со стороны футболиста-гостей. Это вот как раз нападающий Иван Столбовой сфалил. Кстати говоря, бывший игрок «Волги». Пока ничего опасного. Петр Устинов пробьет штрафной удар. Защитники «Волги». Андрей Чванов номер 2. Дмитрий Резнюк – 27-й номер. Полузащита. 20-й номер – Дмитрий Чернухин. 7-й – Александр Кабанов. Сергей Хомутов – капитан команды номер 8. Андрей Орлашин – 34-й, наша молодая звездочка. И в атаке у нас сегодня два постоянных наших форварда. Это Эрик Корчагин – 19-й номер. И Алексей Антонников – номер 10. Главный тренер команды – Виктор Викторович Демидов. Главный судья сегодняшнего матча – москвич Денис Мореев. Ну и, как я уже сказал, матч проходит на стадионе «Химик». И комментирует сегодня его для вас Александр Гамбург, ваш покорный телекомментатор. Атака нашей команды. Четвертая минута игры. Правым флангом атакует Волга. Будет брошен аут. Хорошая погода сегодня установилась в Твери. Хоть и будний день, зрителей на трибуне достаточно много. Несмотря на то, что с утра пролился небольшой дождичек. И несмотря на то, что многие пришли сегодня после рабочего дня. На Волгу ходят, Волгу любят. Но хотелось бы все-таки, чтобы было поболее. А в сайте сейчас положение вне игры у нашего футболиста голкипер ФФК Днепр Антон Смыслов пробьет мяч свободный. Пробьет свободный удар от своих ворот. Комплекция такая у вратаря гостей серьезная. Издалека, вы знаете, смотрится такое ощущение, что метра два есть. В нем высокий, крепкий такой и высый. Как вы знаете, похож на судью, может быть, Калину, как вы знаете, строгий. Как говорится, не подходи, а то убьет как ток. Встречаются, как я уже говорил, команды из группы лидеров. На данный момент футболисты в Волге занимают шестое место, имея 65 очков после 36 игр. У футбольного клуба Днепр 70 очков. И делят они третье-четвертое места с Ивановским текстильщиком. После 37 игр у них в активе 70 очков. Волга встает на 5 очков. Соответственно, если сегодня наша команда побеждает, то можно будет уже надеяться на то, что в случае победы в следующем матче, а это будет гостевая встреча с футбольным клубом «Знамя труда» из Орехова-Зуева, мы можем подняться в первую тройку. Напомню, что в первый дивизион из нашей зоны выходит только лишь одна команда. Это победитель. На данный момент первое место в нашей лиге занимает питерский «Петротрез». Ну, футбол в Питере, сами понимаете, на подъеме. Благодаря не только титулу, так сказать, одной команды в городе, да, которую прочно занял «Зенит», но и, конечно, могущественным спонсорам, о которых нашей «Волге» пока, к сожалению, приходится только мечтать. А вот с правого фланга бросит футболиста Днепра. Бросает его Владимир Ширози, молодой защитник, 19-летний. Вот и болельщики наши заряжают. Только «Волга», только победа. Стандартная кричалка. И, вы знаете, разносится прям даже меня, глушит молодцы. Болельщики, как всегда, в порядке. Пока не слышно барабанов, но я думаю, что обязательно они в процессе матча появятся в нашем эфире. Фанаты «Волги», как всегда, расположились на левой от главной трибуны, прямо рядом с табло. Фанатов сегодня тоже достаточно много, и они порой даже перекрикивают, вот, так сказать, болельщицкий сектор. В центре поля пока игра, команды присматриваются друг к другу. Ну, я думаю, что обязательно команды, обе остро атакующие. Я думаю, что ближе к середине первого тайма разгонится. Вот сейчас, может быть, опасный момент около Ворота Днепра. Вдоль линии штрафной барражирует наш футболист. Пас на правый фланг, подача в штрафную. И вот, как я уже говорил про этого спящего, пока еще гиганта, голкипера ФК «Днепр». Выбивает мяч, он ближе к центру поля. И снова тут такая вязкая-вязкая начинается борьба с перебросами. Вот какой мы прекрасный вид, еще пока не зазеленевшей Твери. Но я думаю, что уже на следующем матче вот эти вот деревья, которые вы видите прямо за трибунами, зазеленеют и примут уже настоящий весенний вид. Штрафной пробьют футболиста Днепра под аккомпанемент наших болельщиков. Подача в штрафную. Наш Ох тут выигрывает. Нет, защита. Хорошо, это, по-моему, Александр Пшеничников удачно справился с отскоком от игрока Днепра. И мяч в итоге доходит до голкипера футбольного клуба из Смоленского. Выбивает мяч, он далеко в поле. Снова там верховая борьба. Снова почему-то проигрывают ее футболисты Твери. По центру удар, по воротам рикошет. И, наверное, будет угловой удар. Ничего пока опасно. Вот Виктор Демидов, мы видим, выходит к бровке. Выходит к бровке. Дает какие-то указания своим футболистам. Честно говоря, пока еще, я думаю, рано что-то там говорить. Может быть, какие-то тактические коррективы вносят. Ну вот, если посмотреть на расстановку футболистов сегодня на поле, то обе команды играют по обычной для футбола схеме 4-4-2. То есть, 4 защитника, 4 полузащитника и 2 нападающих. Очень серьезные надежды у нас, конечно, на фланге, на которых в первую очередь отличается Андрей Арлашин. Вот тут нарушение правил. Да, нарушение правил на нашем футболисте. Свалил рядом с центральным кругом футболист Днепра. Упал наш футболист Сергей Хомутов, капитан команды. И как раз Сережа сейчас пробьет, можно сказать, уже пробьет штрафной. Легенда, легенда нашего клуба. Еще пару матчей он будет главным рекордсменом по количеству проведенных игр в форме футбольного клуба «Волга». Подача в штрафную от Сергея Хомутова. Борьба в воздухе. Снова мы ее, к сожалению, проигрываем. Но мяч остается у футболиста «Волга». Там кучкуются игроки. И что фолл? Очередной фолл, к сожалению, в штрафной площади гостей. Арбитр показывает пробить еще один штрафной удар. Разведку проводят обе команды. Десятая минута встречи у нас. Посмотрим, как будет развиваться событие далее. Пока все достаточно спокойно. Баланс встреч тверских футболистов со смоленскими абсолютно неутешительный в пользу в отношении тверской команды. 33 игры они провели между собой. Вот сегодня 33-я встреча как раз. И общий баланс тут, ну, вы знаете, просто катастрофический. Вот сейчас закончится атака Днепра. И мы с вами об этом поговорим. Подача штрафной опасна, опасна. Защитник «Волги» выбивает мяч. И, по-моему, что там, удар от ворот или угловой? Угловой, угловой будут подавать. Футболисты из Смоленска. Ну, пока кажется, что небольшое преимущество есть у них. Будем надеяться, что «Волга» втянется, послушает своих болельщиков, услышит своего тренера и тоже пойдет вперед. Стандарт около ворот «Волги». Это уже второй угловой около наших ворот. Подача в штрафную. Защитник четко играет головой. Да, там еще и нарушение правил. Теперь уже наш голкипер Петр Устинов пробьет штрафной удар от своих ворот. Так вот, 33-я встреча сегодня между футболистами Твери и Смоленска. И наши футболисты, вы не поверите, они выигрывали всего лишь только 3 раза. 12 ничьих было зафиксировано и 17 поражений. Разница мячей просто катастрофическая. В 2 раза превосходят смоляне нас по забитым мячам. 56 забили они и 28 футболисты «Волги». Просто в 2 раза. Ничего не добавишь. Будем надеяться, что сегодня в матче со столь неудобным соперником «Волга» позволит как следует побориться и принесет столь нужные 3 очка. В центре поля снова борьба. Вот тут не в мячах в кость играл наш игрок. Слава богу, не попал он по ноге футболиста Днепра. Иначе была бы, может быть, и травма, и, скорее всего, желтая карточка. Вот опасный прострел с фланга. Защитники наши должны играть. Очень, очень, очень четко, хорошо мяч выбит в центр. 1-1 кричат Сергею Хомутову. Но Сергей не слушается. Выбивает мяч длинным пасом на правый фланг нашей атаки будет аут-аут в пользу футболистов «Волги». Порядка трех тысяч зрителей на трибуне. Вот так вот на первый взгляд, на взгляд из комментаторской кабины. Ну, посещаемость, как я уже сказал, хорошая. Прошлый матч, например, с «Локомотивом-2». Он был бесплатным. Его посетили, ну, по меньшей мере, тысяч пять с половиной, наверное, болельщиков. Ну, там все-таки была более погожая, более хорошая погода, да и вход был бесплатным на первый матч, так скажем, третьего круга чемпионата страны. Ну, вот сегодня вход уже платный, и люди после работы, но все равно посещаемость очень даже неплоха. На солнечной трибуне сегодня также расположились болельщики нашего клуба. Ну, кто-то, может быть, уже загорает, хотя вот так вот не скажешь. Вроде бы как все в куртках. Никого по пояс оголенного я не вижу. И вы знаете, сегодня даже есть болельщики из Смоленска. Вот если вы приглядите, сейчас будет атака наших футболистов. Вон там вот стоит, как раз по пояс голый болельщик. Это единственный, приехавший из Смоленска. А вокруг него милиция. Ну, вы знаете, такое ощущение, что там охраняют цепного зверя. Ну, вот и мальчишки, подающие мячи, тоже немножко так попасовали здесь между собой. Пока, скажем прямо, у них за воротами идет более активная игра, чем у футболистов на поле. Разведка боем пока не началась, а обычная разведка пока продолжает. 14 минута у нас. Вот сейчас можно здесь Денису, извините, Андрею Арлашуном побороться. Видим мы с вами повтор опасного положения около ворот Смоленска. Ну, вот здесь ничего такого. Показывали нашего защитника Андрея Чванова, который подключался к атаке. Ну, вот и барабаны, да. Наконец-то я их заметил. И вы их, дорогие мои, услышали. Аут. Аут пользу футболистов Днепра. Да, снова 88-й номер Владимир Широзе здесь перепасовывается с Иваном Лазенковым. Лазенков с пичем. Ну, что до вратаря сейчас доверут? Нет, вот такая вот длинная передача. Вы знаете, это в стиле 2-го дивизиона. Здесь вот очень любят вот такие вот длинные забросы вперед, где нападающий должен по плану выигрывать мяч головой, сбрасывать кому-то и атака, соответственно, развивать атаку далее. Вот сейчас хороший пас со стороны футболистов Смоленска. По левому флангу идет атака. Извините за небольшие технические накладки в нашей трансляции. Они пока у нас еще это дебют. Дебют на телеканале ТВС. Сегодня футбольных трансляций. Пока еще камеры у нас не до конца отлажены. Мы обещаем настроиться в самое ближайшее время. Виктор Демидов снова в убровке. Подсказывает он, ну, пока без всяких эмоций. С мячом сбросит Ау Дмитрий Резнюк, защитник, мощный защитник футбольного клуба «Волга». В центре поля, к сожалению, снова мы мяч теряем. Евгений Цимбал подхватывает его, смещается в центр и снова играет через защитника. Левая рука подсказывает с тренерской трибуны, тренерской скамейки футболисту Смоленска. Вот мяч улетает. Вот сейчас мы могли краем глаза увидеть, сколько сегодня болельщиков на нашей комментаторской, так скажем, трибуне. Еще один заброс штрафной, но это совсем плохо. И забирает мяч голкипер Петр Устинов. Параллельно нашей встрече сегодня проходит ряд других матчей в нашей зоне. Наши соседи по области. Волочанин Ратмир, Вышний Волочок, принимает клуб «Локомотив-2 Москва». Костромской «Спартак» играет дома с Петротрестом из Санкт-Петербурга. Это матч лидеров нашего дивизиона. Череповецкая «Шексна» встречается с командой «Псков-747». Вот сейчас атака «Волги». Давайте посмотрим. Нет, снова, к сожалению, ничем она не заканчивается. Будем ждать, когда, наконец, начнутся активные действия на нашем поле. Север из Мурманска принимает футбольный клуб «Динамо» «Вологда». Петрозаводская «Карелия» сыграет с Костромским «Динамо». Ивановский текстильщик, наш основной соперник по дивизиону, примет знамя труда из Орехова Зуева, нашего будущего соперника. Футбольный клуб «Истра» сыграет с командой «Сатурн» «Раменское». По ходу трансляции мы будем вам сообщать о проходящих матчах. Ну и в конце, естественно, подведем итог, как закончились не только наш матч, но и все остальные параллельно нашей встрече. В центре поля беспрепятственно здесь футболист «Волги» останавливает мяч. Вот сейчас его получает снова Дмитрий Резнюк, наш защитник. Подача штрафной! Ох, как опасно! И вратарь промахивается. Вот-вот. Не все так просто. Смотрите, какая подача. И полетел одной рукой, словно в каком-то футбольном симуляторе. Хотел он перебросить, видимо, мяч. Вот смотрите еще раз, да. Пошел на перехват голкипер гостей, промахнулся. Ну и, к сожалению, наш игрок, это был Алексей Антонников, наш лучший бомбардер, не поверил то, что голкипер не достанет до мяча. И так вот как-то немножко неловко пригнулся. Мяч ушел в аут. Снова борьба в центре поля. Вот сейчас можно опасную атаку начать. На левом фланге мяч. Нет, нет, снова они тут. Защитник словно в собачке поиграли со своим голкипером. И нашего футболиста без проблем обыграли. Это был Андрей Орлаш. Короткий пас не проходит. Разрезающий пас такой был в центре штрафной, но не прошел он. И с мячом голкипер Волгия Устинов. Обстукивает мяч, но, вы знаете, пока не так много работы у двух голкиперов. Пока можно размяться, чтобы не замерзнуть. Хоть и солнышко светит, но, я думаю, во втором тайме оно уже уйдет. И нужно постепенно-постепенно разогревать мышцы, если, конечно, они не были как следует разогреты в начале, перед началом матча. Вот атака по правому флангу может быть опасная. Футболисты Днепра. Вот такой пас. А что, руками? Руками придерживал. Нет, нет, вы знаете, ничего такого не было. Могут не возмущаться действиями судьи футболисты Днепра. Тут все было чисто с стороны наших футболистов. Мяч уходит на свободный удар. Вот какой дриблинг показал девятый номер гостей. Андрей Прудников как раз... Кстати говоря, вот есть в Анжи Александр Прудников, да, по-моему, Саша его зовут, бывший футболист Спартака. Андрей, нет, это не его брат, как вы можете подумать. Это футболист, кстати говоря, поигравший и в первой лиге чемпионата страны. Вот сейчас выступающий за Смоленский Днепр и грезящий, как и все смоляне, выходом в первый дивизион. Вот тут опасный фолл и желтая карточка, да, по-моему, нашему футболисту. Это 20-й номер нашей команды. Дмитрий Чернухин сфалил. Ну да, 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 подкат сзади. На мяча не дотянулся, попал чисто в ногу. Фолл был на восьмом номере на Иване Столбовом. Кстати, Иван Столбовой, он играл буквально сезон назад за нашу команду. Вот, и потом перешел в Смоленский клуб. Так что у него сегодня такие личные счеты, можно сказать, с Тверской командой. Ну и болельщики, пока, знаете, как это принято, бывших игроков освистывать там или поддерживать, вы знаете, реагируют абсолютно спокойно. Ну, опасный штатной сейчас около ворот Волги. Удар по воротам, мяч уходит выше, выше цели. Снова смущен Петр Устинов. Один из любимцев тверских болельщиков и в первую очередь болельщиц. Ну, всем девушкам, естественно, нравятся такие высокие блондины, да еще и те, которые, можно сказать, стоят на страже нашей Родины. В данный момент Родиной можно назвать Тверские ворота. Вы знаете, будучи еще аудиокомментатором на одной из тверских интернет-радиостанций, я пообщался с болельщицами тверскими. Как вы относитесь к тверским футболистам? Кто у вас любимый? Ну, кто-то, конечно, называл Андрея Арлашина, кто-то назвал любимым Сергея Хомутова, но большинство сводилось именно к тому, что любимый футболист в составе Тверской Волги именно Петр Устинов, голкипер нашей команды. Вот, опасный прорыв может быть у нашей команды. Нет, снова тут очень-очень пока четко играют защитники и то, и другой того другого коллектива. Не дают пройти, вот здесь ошибся на ровном месте как раз вот Иван Столбовой. Наши футболисты перехватили мяч. Ну вот, видите, даже поле, поле даже против бывших футболистов футбольного клуба «Волга». С мячом на фланге Дмитрий Резнюк. Он, знаете, сегодня очень активно участвует пока в наших атаках. Грузит и грузит, лечит штрафное, но пока, к сожалению, ни к чему это не приводит. Вот еще один пас туда на фланг, и аут будет в пользу футболистов Смоленска. Вот сейчас можете видеть наших фанатов, как раз они расположились там. Вы знаете, среди них, опять же, очень большое число девушек. Помню еще в годы своей так называемой спортивной молодости я тоже был фанатом футбольного клуба «Волга». Тоже вот так вот стоял среди всей вот этой фанатской культуры. Тогда, я помню, и фаеры проносили. Вы знаете, было настоящее такое пиршество, пиршество футбола. Сейчас как-то более так скромно. Вот, но тем не менее поддержка всегда чувствуется. Катюша раздается, и стандартный клич «Волга-Волга» тоже вот как раз показывает нам фанатов. Спасибо нашему режиссеру трансляции. Синхронно, хорошо, сколько их там, наверное, человек 60-70 есть. Все трибуны заняты, вот какой пас опять мог пройти, но не пошли футболисты Днепра на мяч, и с мячом голдкипер Устинов. Пока у него, знаете, такая роль, не знаю, ну не мальчика, подающего мячи, ничего пока опасного около его ворот не было. Мяч к нему периодически приходит во владение. Он просто берет его и выбивает подальше своих ворот. Абсолютно простая игра вратаря, как на тренировке. До опасных моментов дело пока не дошло, и дай бог, что не дойдет. Вот там фол, по-моему, был на нашем футболисте. Свалил Анатолий Беляков, левый защитник футбольного клуба Днепр. И наши футболисты пробьют еще штрафной. Конечно, хотим. Безусловно, мы хотим сегодня победу. Когда побеждать, если не сегодня? Такие матчи в группе лидеров принято называть встречами за 6 очков. И если мы сегодня побеждаем, как я уже сказал, мы можем попасть в первую тройку. Ну что, будет подача в штрафную. Нет, вот режиссер наш тоже ждал подачи в штрафную. Но в итоге разыграли на коротке и потеряли мяч. Не сумев выжать из опасного момента буквально ничего. Вот с мячом Дмитрий Резнюк. По-моему, один из болельщиков или, может быть, даже мальчишек, подающий к мяче, крикнул ему «выбей!» Вот как. Мальчишки совсем его уже понимают. Тут больше уже вправе командовать с футболистами в Волге. Словно, я еще раз скажу, как в компьютерном симуляторе каком-то. Он тут боролся за мяч. Андрей Орлашин. В итоге все закончилось аутом. Ой-ой-ой, ну нельзя так, нельзя, 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 нельзя. Нет, был холл или все-таки не было? Просит для симуляции желтую карточку, но... Да вы знаете, в принципе-то особо ничего и не было. Ну и в мяч не сыграл, но и вроде в ноги не попал. Не знаю, как-то неуклюже завалился футболист Днепра на газон. Посмотрим сейчас, какое решение примет арбитр. А он дает штрафной, да. В принципе, за ошибку, за ошибку защитника Волги наказал нас сейчас главный судья. Просит у Эрика Корчагина гол. Дай бог, сейчас дождемся, дождемся полтайма. Уже позади 26-ая минута на нашем секундомере. У мяча Михаил Светозаров, полузащитник. Смолян, он сейчас пробьет с левой ноги мяч в штрафную площадь. Вот такая вот дальняя подача. Удар головой! Ох ты, это было тоже опасно. Пока мимо, пока нам везет, но, к сожалению, раз за разом мы проигрываем верховую борьбу. Что в своей штрафной, что в чужой, ну и в центре поля пока все не так гладко. Первый мальчик, заехал, ворачивайся, ворачивайся. Ну вот видите, когда не помогает голова, всегда помогут локти, плечи и так далее. Но это вам не какой-то американский футбол, это футбол большой, футбол российский. И здесь, как и во всей Европе и во всем мире, за это принято наказывать. Вот в данный момент футболисты Днепра были наказаны штрафным ударом из центра, который снова ничем не закончился. Давайте, давайте, футболисты, Твери, пора, пора перебирать игру в свои руки и уже, не знаю, что сделать с нашим соперником, смять, раскрошить, уничтожить и, наконец-то, забить столь нужный шестиочковый гол. Вот вы сейчас могли видеть, вкратце, небольшим отрывком фаната футбольного клуба Смоленск. Он по пояс раздетый, вы знаете, бывает, просто перекрикивает в одиночку весь стадион. Он, когда замолкает, правда, когда стадион замолкает, вот он кричит, правда, почему-то от него доносится не только кличи, там, футбольного клуба Днепр, Днепр, да, он еще почему-то кричит только, только Смоленск, Спартака, Россия. Как-то вот такое вот у него, к сожалению, не расслышал я сейчас. Вот слышите, да, Днепр, Днепр. Он в одиночку перекрикивает весь стадион. Интересно, как он добрался сюда, на попутках, или, может быть, привезли его вместе с командой, или, может быть, просто это один из тренерского состава, я не знаю, из персонала команды, кто-то. Волга в атаке, снова такой вот заброс вперед, и мяч снова выберет. Играет головой, вот, наконец-то выиграли мы верховую борьбу. Андрей Арлашин прессингует, так вот все, и хочется назвать его Андреем Аршавиным, но подождем мы, подождем мы чемпионата Европы, чтобы хвалить Андрея Старшего, так сказать, и пока наш Андрей-младший, дай бог будущий Аршавин, пока в этом матче ничем не отличается. Андрей Аршавин, вместе со своим братом Денисом, вот какой момент, ох. Удар верхом не прошел, вот видите, как отмахивается. Ну вот здесь, да, вот, как я уже говорил, если не играешь головой, играешь локтями. Показывают нам силовую борьбу в этом матче, ее пока большинство, и режиссер как раз наш делает акцент на ней. Пока как такового какого-нибудь технического, тактического футбола мы не видим. В основном силовая борьба идет, вот чуть в камеру в нашу сейчас мяч не попал. Защитник Смолян выбивает мяч в аут, бросает Андрей Аршин как раз. Нет, нет, уступает место. Да, вот снова, смотрите, Дмитрий Резнюк подключается к атаке, сейчас, видимо, будет сильно забрасывать мяч в штрафную площадь гостей. Долго ждет, обоснованы абсолютно сейчас претензии футболиста Смоленска к нашему футболисту. Вот подача в штрафную, отыгрывает головой, ну что, ударить? Нет, нет, пока подрабатывал, уже окружили защитники, и момент потерян. Полчаса у нас фактически сыграно на правом фланге атака Волги, подача в штрафную. Удар по воротам, нет, нет, мимо в ворот мяч проходит. Вот, еще раз посмотрим повторы этого момента. Подача с правого фланга. Удар головой, исполнял его, кстати говоря, наш капитан Сергей Хомутов, мимо в ворот. Вот она, наша футбольная фанатская поддержка. Так вот, Андрей Орлаш вместе со своим братом Денисом, бывшим футболистом Кверской Волги и, как, кстати говоря, Смоленского Днепра. Да, и там он уже успел поиграть. Так вот, они в зимний перерыв проходили просмотр в Брянском Динамо, но, к сожалению, не успели, не сумели закрепиться в команде первого дивизиона. Ну, ребята совсем еще молодые, они братья-близнецы, им по 22 года. Я думаю, что у них все впереди. Денис, кстати говоря, сейчас играет в Волгоградском ротере. Опасный штрафной Сергей Хомутов подает штрафную. У-у-у, нет, нет, Сережа, это, это совсем не подача, это что-то из, не знаю даже, с каким видом спорта это сравнить. Показывают наших болельщиков. Вот видите, тут и молодые люди уже преклонного возраста. Удар от ворот, мяч снова летит далеко за центр поля, снова тут верховая борьба и футболисты Смоленска. Вот какая прекрасная панорама нашего путевого дворца, очень красиво. Игра как-то начинает, не знаю, разваливаться на эпизоды. То ауты невзрачные слева-справа у ворот тех и других команд, но больше, конечно, пока игры в центре поля. Будем надеяться, что, продолжаем надеяться, что тверские футболисты сейчас что-то взвинтят и пойдут в атаку. Всеми силами. 32-ая минута, удар по воротам. Какой удар и сильный, метров, наверное, с 32. Андрей Арлашин, ну что, на этот раз сам бросишь? Конечно, сам бросает. Вот режиссер уже выхватывает Резнюка, нашего защитника. Короткая тут перепасовка на левом фланге. Дима пасует на Андрея Арлашина. Подача, штрафнует его. Очень опасно удар. Нет, 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 не получается удар. Не получается удар у нашего футболиста. Это как раз Алексей Антонников был там на правом фланге. Вот видите, как подключился Андрей Арлашин. Классную вырезал подачу на дальнюю штангу. Андрей здесь поборол с двумя защитниками. Выцарапал у них мяч, но вовремя вышел голкипер Антон Смыслов. Подача с углового. И еще разочек можно подать. Входят туда ближе к краю штрафной. Подача на ближнюю штангу невыразительно. И защитники снова локализуют угрозу со стороны наших футболистов. Немного ранее я обещал рассказать про тренеров футбольного клуба Днепр. Это достаточно известные специалисты. Ну, прежде всего, не тренерском цеху России, а своей футбольной карьерой. Так вот, Виктор Булатов, бывший футболист Спартака, бывший футболист сборной России. Еще тогда звездные годы московского Спартака, когда он брал чемпионство за чемпионством. Это конец 90-х годов. Вот как раз там, в том составе выступал Виктор Булатов. Но потом успешно закончил тренерские курсы и в данный момент возглавляет футбольный клуб Днепр. Ну и помощник у него тоже не менее известный футболист, бывший защитник футбольного клуба ЦСКА Сергей Филипенков. Также он привлекался к игре за сборную России. Два абсолютно молодых специалисты, которые приводят клуб пока к успеху. Днепр-Смоленский в прошлом сезоне выступал не так хорошо, занял место, если я не ошибаюсь, в начале второго десятка. То есть 11-е, 12-е, точно не помню. Но в этом году команда живо претендует на выход в первый дивизион российского футбола. В принципе, как и наша Волга. Смотрите, какая интересная картина, да? Стоит две группы болельщиков, буквально там в метре друг от друга и перекрикивается друг с другом. Может быть, стоит как-нибудь разделить фанатские кресла, поставить одну часть с одной стороны табло, другую часть фанатских кресел справа от табло. И вот, чтобы они вот так перекрикивались, так сказать, из-за стен табло стадиона «Химик». Первый матч третьего круга после зимнего перерыва «Волга» проводила 22 апреля. И на стадионе «Химик» был обыгран футбольный клуб «Локомотив-2» со счетом 1-0. Штрафной удар назначает арбитр. Хотел быстро разыграть Сергей Хомутов мяч. Защитник Днепра этого нашему капитану не позволил. И Сережа, видимо, тоже будет подавать вперед. У нас там есть высокие футболисты, тот же самый защитник Пшеничников, Резнюк. Вот, опасно! Ох, какая подача такая! Полуудар-полупас. Ну нет, нет, так не взять. Такие мухи в ворота, к сожалению, не проходят. Мог там наш защитник Андрей Чванов, еще один гренадер, подправить мяч в сетку ворот. Но, к сожалению, до мяча не дотянулся. Давно мы не видели в игре нашего голкипера Петра Устинова. Да и, честно говоря, Днепр как-то подсел. Подсел во второй части первого тайма. Менее активно они начали играть, а Волга, наоборот, заработал у нас левый фланг, где Андрей Орлашин накручивает всех, пока старается, в любом случае. Но пока плодов это не приносит. Вот сейчас Днепр пытается организовать свою атаку. У них атаки в основном идут через фланг правой. Подача штафной, точнее, попытка подачи заканчивается аутом в пользу Смолян. Обыгран был наш защитник, но Андрей Орлашин, извините, подстраховал нашего защитника и кикнул мяч в аут. Вот, кстати говоря, тверские болельщицы. Сидят, лузгуют семечки, красивые, блондиночки, брюлеточки, лузгуют семечки. Вот я почти вам рэп, можно сказать, тверской прочитал. Через центр пытаются атаковать Днепр. Пытаются они вот так вот взломать оборону нашей команды перекатами мяча от одного футболиста к другому. Много движения, много суеты, много борьбы, но толку пока никакого. Вот сейчас снова верховая борьба футболистами Смоленска выиграна, но мяч снова полетел далеко от правой штанги ворот Петра Устинова. Подходит к концу у нас первый тайм, остается играть порядка шести минут. Особых остановок матча не было от травм погода и хоть и много борьбы, но нас пока все это уберегает, как наших футболистов, так и футболистов соперника. Я думаю, что у арбитра нет повода, надо добавлять там более одной минуты. Посмотрим, вот тут такая опять перепасовка и снова падает, падает футболист Днепра. Ну, вы знаете, на чужом поле не помогает ничего. Сглазил, сглазил я, к сожалению, по всей видимости. Только заговорил про травмы и лежит, лежит футболист из Смоленска на газоне. Химика. Ох, дурной мой язык. Все, больше про травмы ни слова. Молчу, молчу. Подходит, извиняется Андрей Орлашин, но, по моему мнению, никакого нарушения там не было. На газоне Иван Лозенков, защитник Смоленска. Приятной традицией стало в нашем городе разыгрывать перерывы матчей по корешкам проданных билетов, призы от генеральных спонсоров футбольного клуба «Волга». Вот сегодня, насколько я сейчас правильно расслышал, разыгрывается радиоприемник, DVD-проигрыватели и что-то еще. Что-то еще. И, по-моему, какая-то символика футбольного клуба «Волга». Но это наверняка шарфы или, может быть, шапочки, дудки. Ну, барабаны пока еще не производятся, к сожалению. Вот, поэтому это еще одна замечательная причина посещать матч нашего клуба. Можно не только насладиться хорошим футболом, но и выиграть что-то полезное домой. А вот Володя, кстати говоря, только что был на экране. Это, знаете, самый, наверное, главный фанат нашего футбольного клуба, не пропускающий фактически ни одного матча и активно зажигающий своими стихотворными творениями иногда нецензурного содержания. Но все равно это очень нравится зрителям. И, опять же, по опросам некоторых болельщиков, они признаются, что некоторые даже приходят на стадион не только ради игры, но еще из-за того, чтобы просто посодействовать в творчестве главному болельщику «Волги» Владимира. Вот, как они говорят, можно сказать, дословно я вам передал. Через правый фланг попытка атаки футболистов Днепра. Снова мяч улетает вперед. Что, здесь опасная игра, наверное, была. Да, свободный должен быть назначен в сторону ворот футболиста Смоленска. Ну, давайте, друзья, давайте, давайте, дорогие наши, попробуйте на последних минутах первого тайма в итальянском стиле, как любил, например, миланский Интер, делать, забивать на последних минутах таймов и вводить просто соперников в ступор. Ну, может быть, сейчас что-то получится. Вот снова подключение Дмитрия Резнюка. Он сегодня на ближнем к нам фланге просто очень активно. Поддерживает наши атаки, но пока, пока, к сожалению, нет. Как бы сейчас еще и контратаку не пустить. Вот тут, можно сказать, технический фол. На газоне Михаил Светозаров. Вот как его воткнулся в него просто Саша Кабанов, наш полузащитник. Штрафной удар, а до перерыва у нас остается чуть более двух минут основного времени первого тайма. Интересно. А вот какая-нибудь психологическая подоплека у этого матча есть. Как я уже сказал, всего лишь три раза дверские футболисты в 32 матчах выигрывали у Смоленска. Интересно. Может быть, это как-то давит на наших спортсменов. Может быть, как-то в голове сидит и не дает полностью раскрыться. Но мы с вами знаем, что вторые таймы «Волга» проводят на порядок лучше, чем первые. И будем надеяться, что второй тайм пройдет при полном преимуществе нашей команды. И, конечно же, завершится одним, а лучше даже несколькими забитыми мячами. Вот что кричит. Услышал я сейчас, что кричит фанат из Смоленска, единственный, который приехал. Он кричит «Днепр, Россия и Спартак!» Вот даже как. Не понимаю я, правда, при чем здесь «Спартак». Может быть, это какие-то личные его интересы. Но пока мы играем со Смоленском до «Спартака» нам достаточно далеко. Мы были очень, очень близки была «Тверская Волга» в этом сезоне от матча с «Московским Спартаком». Но, к сожалению, в кубке мы уступили футбольному клубу «Истра» и не прошли на стадию 1-16 финала. Где бы играли как раз на нашем стадионе с «Московским Спартаком». Для кого-то, может быть, это и хорошо, потому что наверняка бы разгромили наш стадион. Фанаты у «Спартака» дикие. Вот. Первый тайм подошел к концу. Нулевая ничья, небольшая пауза, и мы снова встретимся с вами на футболе. Комментатор Александр Гамбург, телеканал «Тверь». Сегодня мы сегодня наблюдаем с вами за матчем «Волга-Тверь» в Днепр-Смоленск в рамках 40-го тура чемпионата страны зоны «Запад» 2-го дивизиона. Субтитры создал DimaTorzok